Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина и сегодня у нас будет второй отчет по моей работе, это детский сэмплер по авторской схеме от Алены Кошкиной. Я показывала вам в предыдущем отчете несколько фигурок, они были такие размытые, без бэкстича, вообще было еле понятно, что там будет. И я поработала еще несколько дней над данной вышивкой и смотрите, что у меня получилось. Вот что у меня вышло, мне очень нравится как выходит, как получается. Я напомню, что я вышиваю эту работу только в выходные, то есть обычно это вторая половина субботы, первая половина воскресенья, а в этот раз у нас было три выходных, то есть я повышивала в субботу, в воскресенье нормально повышивала, вот сегодня в понедельник еще не вышивала и скорее всего не буду. Но даже такими темпами вышиваю только по выходным, у меня уже, как вы можете видеть по картинке, готово, ну вот готов угол. То есть я сейчас где-то вышила, вот без медведя, да, если медведя еще нет, вот так вот, но мне кажется, что треть это уже, наверное, есть. Да, мне кажется, что треть уже есть. Вот так вот просто по выходным вышиваю. Я полностью весь бэкстич сделала вчера вечером, что я вам хочу сказать, давайте я вам буду показывать каждого зверя поближе, что я вам могу сказать, конечно, вот эти три четверти креста, они очень, то есть в них потом видишь смысл, когда делаешь бэкстич, потому что получаются вот эти вот красивые, видите, вот этот хобот, вот эти вот ушки усовые, вот эти вот плавные повороты, видите, вот здесь вот на птичке, вот на грудке, видите, плавное такое. То есть этого бы не получилось, если бы там были обычные крестики. То же самое вот здесь на Акаале, на листочках, опять же, если бы здесь были обычные крестики, они бы все торчали из-под этого бэкстича, а так получается очень ровненько. Опять же, вот эта птичка, посмотрите. Если бы здесь были крестики, видите, они бы торчали еще вот аж сюда, вот в эту клеточку, а так получается все ровненько, красивенько. Рыбка вот эта маленькая, смотрите, это же надо вот такое вот создать. А, кстати, глазик, это у нее французский узелок. Вот это рыбка. Я, кстати, была удивлена, что вот тут, посмотрите, вот в этой вот звезде, видите, вот этот вот край, какой получается. Это все благодаря три четверти креста. Я, кстати, была удивлена, что на вот этих сердечках нет бэкстича, я думала, есть, но я потом посмотрела на рисунок, здесь тоже нет. Да, как мне и писали под предыдущим отчетом, действительно, Каала так немножко проявилась на вот этом вот фоне, потому что тут, видите, я переживала, что оно такое, она должна быть такая серенькая, а тут совсем такая светлая-светлая-светлая, но все-таки, конечно, бэкстич немножко ее, ну как, проявил. Я говорила, что я переживаю, что нужно было все-таки ткань брать какую-то потемнее, как вот здесь вот на скрине, но, мне кажется, и так тоже нормально. Давайте еще раз поближе покажу всех зверей. Бэкстич делается очень просто, несмотря на то, что тут есть бэкстич в серединку клеточки, то есть я бы эту работу вышивала однозначно не на канве, вот здесь написано, видите, рекомендуемая канва Аида. Я бы однозначно не вышивала на Аиде эту работу, вот прям точно-точно, потому что, давайте я вам сейчас приближу, здесь, например, видите, здесь вышивается бэкстич в середину клеточки, видите, четко тут в середину, тут в середину. Где-то еще подобное, вот на жирафе, смотрите, глазик жирафа, видите, он вышивается тоже весь в середину клеточки. Еще, опять же, где-то я видела. То есть это здесь вообще сплошь и рядом, и это очень удобно делать на равномерке, потому что, понятное дело, иголка проваливается прямо куда надо. На канве я бы, если честно, не взялась вышивать эту работу, это будет гораздо сложнее, чем вышивать ее на равномерке. Даже вот эти вот отсчитывания, о которых я говорила в предыдущем видео, что нужно там отсчитать от одной какой-то фигурки до другой фигурки, это на самом деле все не так сложно, лучше, поверьте, оно того стоит, лучше посчитать, чем потом мучиться и делать этот бэкстич вообще непонятно как. Видите, здесь вот это вот стояло на отшибе, вот этот вот квадратик приходилось отсчитывать. Я уже даже не помню, откуда я считала. Кстати, скорее всего, я, наверное, считала от рыбки. Я стараюсь, чтобы вниз просто было так проще. Вот здесь вот, я даже не догадываюсь, как я читала это, а, наверное, от вот этого, вот аж отсюда, понимаете, несмотря на то, что рыбка здесь ближе, но это прямо. То есть проще посчитать вот так вот вниз. Я очень довольна своим продвижением, я просто за эти выходные я сделала, по-моему, рыбкам, я не помню, была рыбка или нет, но точно вот этих всех товарищей и жирафа. Рыбка, наверное, может и была. То есть вот такой вот кусок был мной вышит за фактически два дня. Ну, вышивалась достаточно просто, и, скорее всего, я пойду дальше вот так вот. Пойду снизу, и уже буду идти просто снизу наверх. То есть вот крабик и так далее у меня будет. Убеждают меня все-таки не использовать на задник ту ткань, о которой я говорила, которую я приобрела. Мне сказали, что лучше сделать типа подушку-компаньон. То есть одна, чтобы подушка была вышита, а из той ткани просто сделать наволочку на какую-то другую подушку, и будет две таких подушки. Типа одна вышитая, а одна с очень-очень похожим принтом, но просто ткань без вышивки. Надо будет еще думать, соответственно, если ту ткань пускать на другую подушку, то для этой мне нужен другой задник. Но пока что я еще не смотрела другую ткань, не выбирала ничего. На это все нужно будет продумывать. Также у меня вышел отчет сегодня, в понедельник, у меня вышел отчет по макам, и мне там задали вопрос. Я сказала, что, скорее всего, маки я до нашего отъезда на дачу не успею вышить, и, скорее всего, возьму их сюда с собой тоже, каким-то образом натяну там на что-нибудь. И мне сказали, так что, ты будешь вышивать параллельно? У тебя же на даче детский сэмплер, то что, будешь параллельно вышивать и детский сэмплер и маки? На самом деле, как вы видите, я уже вышила фактически треть работы. Если мне осталось еще там две пары выходных, я вышью еще, наверное, кусочек. То есть мне останется, грубо говоря, очень грубо говоря, половина или чуть больше половины. Если я буду заниматься этой работой каждый день, я и вышью за недели две, я так думаю. Потому что вышивать здесь не очень сложно, так что я буду, даже если я вышью до нашего приезда на дачу половину этого сэмплера, это уже будет очень здорово. Я вообще сейчас уже думаю, как я буду, какие вышивки буду брать с собой на дачу, как я буду это все организовывать здесь. У меня прямо сейчас такой идет мыслительный процесс, потому что, конечно, за каждой какой-то мелочевкой очень не хочется ездить домой, поэтому нужно все конкретно продумать, что со мной поедет, что со мной не поедет, какой процесс я смогу организовать, на даче какой не смогу. Это все нужно продумывать. Показываю вам еще поближе этих персонажей. Очень мне нравятся. Они получаются такие четкие, знаете, вот такие прям очень классные, детские, мультяшные, яркие. Мне очень нравится. Вот эта малюсенькая птичка, вот эта малюсенькая бабочка. Она реально маленькая. Вот посмотрите, меньше ногтя моего. Ну вот с ноготь размером. А птичка вообще и того меньше. То есть это такая, получается, микроскопическая работа. Постоянно закрепляешь этот бэкстич, постоянно закрепляешь эти нитки. То есть представьте, да, вот тут вот сколько там надо было в той птичке вышить этих желтых крестиков. Там 4, 5, 6, 7. И там еще эти недокрестики. То есть постоянно закрепляешь эту нитку, постоянно закрепляешь нитку бэкстича, потому что понятно, что нигде здесь я никаких протяжек не делала. То есть я старалась даже не делать... Доходило до того, что я старалась не делать протяжки, вот грубо говоря, с этого листочка до хвостика коалы. То есть я тоже старалась закреплять, потому что у меня какая-то навязчивая идея, что это все потом в будущем будет просвечивать. Хотя я немножко здесь все-таки стараюсь проще относиться к изнанке. Все-таки это будет подушка. Это не будет натягиваться, знаете, на какую-то плоскую такую поверхность. Но все равно нужно смотреть, чтобы изнанка была более-менее. Так что я продвигаюсь. И теперь уже после выполнения бэкстича я могу сказать, что это такой фактически первый мой опыт вышивки по авторской схеме, по крайней мере по приобретенной такой авторской схеме. И я могу сказать, что мне очень нравится. Здесь три цвета бэкстича. Это черный. Черный здесь встречается везде. Серый это лапки и клювики. Они вышиваются серым. И также здесь будет белый бэкстич. Но насколько я смотрела по схеме, я его увидела только на панде. Я не знаю, если он где-то еще. Но по схеме я рассматривала, видела вот только на панде этот белый бэкстич. И здесь есть один цвет французского узелка. Это черный. И он у меня встречался вот в глазике желтенькой рыбки, в глазике птички. И в глазике вот этой вот птички. Все. То есть французскими узелками делаются глаза. Вот здесь хорошо видно. Видите? Где помещается три четверти креста, делается три четверти креста. А если животное совсем маленькое, то делается тогда французским узелком. В две нити я делаю в один оборот. Кстати, я никогда не любила французские узелки в один оборот. Они всегда мне казались очень маленькими, какими-то непонятными. Там его еле видно. Я всегда люблю такие узелки. Знаете, если накрутить, так накрутить. Но здесь в один оборот как раз получается очень хорошо, потому что сами персонажи маленькие и узелки эти маленькие. Все. Я уже собиралась закачивать. Тут еще вспомнила французские узелки. Меня просили снять видео про три четверти креста. Я собираюсь его снять. Я не знаю, насколько это удастся мне сделать сегодня, потому что нам уже сегодня уезжать. И я сейчас еще собираюсь завалиться хотя бы на час на пляж. Потому что пока погода позволяет, надо пользоваться. Но я сделаю обязательно про три четверти креста также видео, как я его делаю, потому что здесь в этой работе он просто везде. Все. Спасибо всем большое за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока.